К другим темам. 48 часов до полной остановки котельных. Село Барышево Новосибирского района оказалось на грани срыва отопительного сезона. Угольные хранилища пусты, а у местной администрации нет денег, чтобы погасить долги перед энергетиками. Наш корреспондент Александр Куршев провел расследование, чтобы выяснить, кто виноват в коммунальном коллапсе. Главное угольное хранилище села Барышево рассчитано на несколько тысяч тонн топлива. Сейчас здесь пустырь с небольшой кучкой. Даже при работе котельных наполовину мощности этого угля хватит всего на пару дней. В этом году как никогда у нас проблемы с углем, потому что администрации в этом году что-то развал получился. И в этом году не заготовили ни угля, не подготовились к зиме. Причина какая? Ну я не знаю, надо спрашивать руководство наше. Оно более ответственно на это дело. На соседней энергоцентрали сейчас топят, можно сказать, с колес. Расход угля идет из расчета, лишь бы не заглушить оборудование. Со слов кочегаров, топливо не первой свежести. Не горит, а тлеет. Там вот площадка, на нее все время, в том году даже завозили уголь. Ну там большая куча была, все. И потом оттуда в центр и нам завозили. Сейчас эта площадка пуста? Да. Те, кто отвечает за энергобезопасность, в поселке сидят здесь, в здании Барышевского сельсовета. Живые цветы на столе у исполняющей главы администрации приукрашивают обстановку внутри. Но никак не украшает ситуацию за окнами ее кабинета. Елена Анатольевна о проблеме знает и даже охотно беседует об этом с журналистами. Однако делает это с осторожностью, не вдаваясь в причину следствия возникшего кризиса. Конечно, у нас есть проблемы. Проблема в том, что недостаточное количество этого угля для того, чтобы запаса угля нет. Мы топим сейчас с колес. Понимаете, да? Что от нас зависело, мы все предприняли меры. Мы обратились с заявкой на предоставление бюджетного кредита. Но нам в администрацию Новосибирского района нам отказали. По словам главного бухгалтера, деньги на спецсчете небольшие, но есть. И с них можно покрыть часть долга перед энергетиками. Необходима лишь резолюция местного совета депутатов. А его на сегодняшний день нет. Кстати, учитывая, что на дворе конец года, об обязательствах напомнили не только энергетики. Бюджет большого, скажем, совета, хоть и дефицитный, но не такой, как там пишут, что дыра и денег нет. Да, в бюджете деньги есть. Но эти деньги, согласно бюджетной росписи, должны быть направлены на те мероприятия, которые запланированы. А на какие они? Конкретно. Вот это здание, оно у нас в Абинги. Мы его должны, у нас есть предписание его освободить. Мы должны заплатить за него 3,5 миллиона после аукциона. У нас есть мероприятия, которые на освещение, которые на дороге были. Сейчас долг у населения за коммунальные услуги составляет 29 миллионов рублей. Откуда такая сумма, спрашиваем, у Натальи Пшеничной. Она хоть и сложила свои полномочия досрочно, но свой кабинет покидать не собирается. А вы имеете право находиться здесь в администрации, находясь уже в депутатском группе? Это зал заседания главы, пока нет. Мы здесь работаем с документами, проводим совещания, проводим мероприятия. Это зал заседания. Да, это пока не кабинет главы, видите, что флаги нет. Сейчас мы посмотрим, что написано на дверях, хорошо? Если это написано, что это зал заседания, тогда, конечно, у нас вопросов не возникнет. Итак, мы смотрим, у нас это зал заседания. Тут немножко заклеено, поэтому нужно посмотреть, что это зал заседания. Подождите, давайте посмотрим. Тут написано, что глава барышевского сольсовета, тут не написано зал заседания. Это кабинет главы барышевского сольсовета. Подождите, вы мне только что сказали, что это зал заседаний. Наталья Анатольевна, убегайте, пожалуйста, от нас, объясните, пожалуйста. Вы же не скажете, что это зал заседаний, а не кабинет главы. Вы почему от нас уходите-то? Вообще здесь не любят неудобные вопросы. Вышеупомянутые письма, которые были направлены в администрацию Новосибирского района от нынешнего руководства сельсовета, изучали тщательно и даже через аудиторскую проверку. Всем было интересно, куда и на что уходили деньги. Каждый год область, район отвыделяет деньги в пределах 20 миллионов по году, но долг почему-то не убавляется. Вот вопрос, конечно, очень вот такой знаковый. На сегодняшний день за уголь долг только 5,3 миллиона рублей перед топливной корпорацией. Сегодня перед вектором долг около 20 миллионов рублей за холодную заводоснабжение и канализование. При проверке Барышевского сельского совета и ЖКХ были обнаружены большие нарушения бухгалтерского плана. В частности, были проведены большие закупки на сумму более полутора миллионов за наличные деньги. И когда проверяли оправдательные документы, то первичных документов не оказалось. Это были эксплуатации автомобилей по доставке угля, это были трактора, которые обслужили котельные. И все это выдавалось без первичных документов из контрольно-кассового аппарата. Мы пришли к выводу не только к тому, что могли быть завышены цены. Мы вообще сомневаемся о целом ряде проведенных работ, которые были оплачены, были ли они выполнены. Потому что документально это подтверждено не было. Тем временем в местной котельной догорает последний уголь. Александр Куршев, Александр Егоров, Новости ОТС. Я добавлю, что новости ОТС будут следить за развитием ситуации в Барышево. Продолжение следует...